Ассаляму алейкум, дорогие телезрители! Мы рады вас приветствовать на нашей передаче «По душам». Многие современные исследования утверждают, что успех в жизни человека напрямую связан с тем, как он поддерживает родственные отношения. Давайте в нашей сегодняшней передаче разберемся, что дает, какие преимущества в жизни человека дают родственные связи. Будьте с нами! Действительно, современный ритм жизни порой не позволяет нам уделять этому вопросу много внимания. Однако, что же получает, какие преимущества получает человек, который поддерживает родственные связи? Несмотря на то, что родственники – это неотъемлемая часть нашей жизни, порой у нас не хватает времени и сил уделить этому время и внимание. Но именно поддерживая связь со своими родственниками, человек обретает, оказывается, чувство полноты и заботы, чувство благополучия и успеха. Общение с родственниками дарует человеку осознание, что он не один, что рядом есть люди, которые всегда готовы прийти ему на помощь. Во-вторых, психологически очень полезным является совместный досуг. Это, например, совместное чайпитие, прогулка, совместное дело и прочее. В такие моменты человек ощущает удивительное чувство единения со своим родом, настолько важного для его здоровья, что если бы он только знал все его преимущества, то не упускал бы эту возможность. Многие исследования в области психологии сегодня подтверждают тот факт, что человек, который ладит со своими родителями, прежде всего, и который ладит со своими родными, очень успешен в жизни. Потому что каким-то образом энергетически или интеллектуально он чувствует поддержку или своего рода тыл за своей спиной. Когда у человека все хорошо в доме, среди родственников, то все хорошо и снаружи, в его делах. Другими словами, для достижения успеха в любой сфере важны налаженные родственные отношения. Это, в свою очередь, также влияет на самооценку и уверенность в себе. К тому же иногда люди не хотят общаться очень много со своими родными, потому что они боятся какого-либо осуждения. Почему-то в современном обществе так сложилось, что если я пойду к родственникам, они опять скажут, «Ой, а почему ты не женат?» или «А где твой дом?» «А почему ты детей не рожаешь?» и так далее. То есть очень много всяких вопросов возникает в такие моменты. Иногда современные молодые люди хотят просто этого избежать. Избегание общения с родственниками из-за осуждения, как ни странно, приводит к еще более высокому чувству одиночества. Для того, чтобы никто из ваших родственников не чувствовал себя ущемленным, важно мягко и осторожно разговаривать на щепетильной темы, которые вы заметили его волнуют. Какая из тем является больной для вашего родственника, легко заметит по его лицу или реакции. Если, к примеру, он остро реагирует на ваши слова, меняет тему разговора, прерывает разговор, устало вздыхает или резко встает из-за стола или выходит из комнаты, то явно ему не по душе этот разговор. Когда специально спрашиваешь у родственников, что вот почему вы критикуете или почему вы осуждаете, почему так слишком много вопросов задаете, то они отвечают, но мы же на то и родственники, мы хотим, чтобы у него все это было, чтобы у него все было хорошо. И в такие моменты некоторые молодые люди просто чувствуют себя какими-то ущемленными или недостаточно хорошими, как нужно родственникам. И поэтому, оказывается, они избегают эти родственные отношения. И когда в такие моменты психологи спрашивают у них, а почему вы так реагируете, ведь ваши родственники не со зла это делают, они хотят вам помочь, тогда они отвечают, что им не нравится их интонация, что когда у них это спрашивают с такой оценивающей интонацией, они чувствуют, как будто им говорят, ты не можешь, ты слаб или ты недостаточно хорош. И если вы почувствовали, что ваш родственник обиделся или негативно отреагировал на ваши слова, можно просто пересказать это в другой, более мягкой интонации. Тем временем во многих хадисах и аятах из Курана уделяется особое важное значение тому, чтобы человек поддерживал родственные отношения. Если представить жизнь человека как лепестка, то представьте, что родственные связи — это всё дерево, это и другие листья, корни, ствол дерева и так далее. Очень трудно представить жизнь одинокого листочка без поддержки всего дерева. Точно так же человек, который отделяется от своих родственников, он лишает самого себя и своих детей очень больших ресурсов. Почему родственники и родители — это ресурсы? Потому что близкие родственники своей поддержкой и заботой способны возвысить человека, придать уверенности и смелости в любых его начинаниях. Порой мы можем обладать нужными нам способностями, но не решаться к действиям. Или иногда человеку нужно, чтобы в него верили, верили в то, что у него всё получится и что всё будет хорошо. Мы, конечно же, с вами очень много и долго можем говорить, насколько это важно и насколько нужно соблюдать родственные связи. Но если конкретно разобраться, то многие люди жалуются, что среди родственников очень часто бывают обиды, взаимные упрёки и ссоры. Почему так происходит? Обиды среди родственников и ссоры возникают из-за того, что, являясь самыми близкими людьми, мы ожидаем друг от друга теплоты, заботы и внимания. То есть нам кажется, что родственник всегда должен быть готов прийти на помощь, всегда готов поддержать и выслушать. Когда же этого не происходит, мы расстраиваемся. Или же, помогая своим родственникам, мы порой ожидаем какой-то отдачи, какой-то благодарности. Когда мы не видим благодарности от своего родственника, мы также обижаемся. Иногда человеку важно чувствовать уважение. Это очень важное чувство в семейных отношениях. Порой даже важнее, чем любовь и справедливость. Человеку время от времени хочется чувствовать, что его уважают. Уважают, например, его точку зрения, его пространство, его желания и так далее. В ситуации, когда вы обижены на ваших родственников или родственники обижены на вас, то везде, оказывается, прослеживаются взаимные неоправданные ожидания. Это такие ожидания, когда, допустим, от вас что-либо ждут. Допустим, они ждут, что вы поступите так или скажете так. И многим родственникам, кстати говоря, очень нравится, когда вы защищаете их интересы. Поэтому на пути налаживания родственных отношений самое важное, оказывается, узнать, что в голове у вашего родственника, какие у него ожидания относительно вас. А то иногда бывает так, что наши многие родственники думают, ну и так-то же понятно, что мне нужно раз в две недели или раз в неделю звонить. И так-то же понятно, что он должен сделать так-то и так-то. Так вот, оказывается, этому родственнику непонятно. Нужно иногда открыто говорить о ваших пожеланиях. Тем не менее, существуют ли какие-то современные стандарты? Как часто нужно звонить нашим родственникам? Как часто можно узнавать об их здоровье? Иногда бывает так, что если мы слишком часто позвоним, как будто бы, ну что, мы надоедаем. Или мы, если вообще не будем звонить, как будто бы мы вообще забыли о них. Существуют ли какие-либо стандарты? Частота связывания со своими родственниками всегда индивидуальна. И вы можете проследить это по реакциям ваших родственников. К примеру, если вы не общались с ними больше недели или месяца, и если вы почувствовали недовольство с их стороны, то желательно связываться с ними почаще. Или же наоборот, если вы почувствовали, что надоедаете своим родственникам, то реже. Так или иначе, всегда можно заранее предупредить о своей занятости и рассказать, к примеру, о своем досуге, как прошел ваш день, что новое происходит в вашей жизни и так далее. Также очень часто можно встретить такие ситуации, когда мы очень вежливы и, допустим, чаще встречаемся с нашими друзьями или совершенно посторонними людьми в противовес нашим родственникам. Иногда нам кажется, да, наши свои же родственники все поймут, это же наши близкие люди. Тогда как, оказывается, самое лучшее наше поведение и наш нрав, наш характер должен проявляться по отношению к нашим близким. Дорогие телезрители, спасибо вам за ваши письма. У «Передачи по душам» есть рубрика «Вопрос психологу» и на данный имейл и номер WhatsApp вы сможете отправить свой вопрос в области психологии. Если рост дерева поддерживает питательная земля, а наш интеллект поддерживает наш ум, то успех в жизни каждого человека имеет лицо его родственников. А вы поддерживаете родственные связи? С вами была «Передача по душам». До новых встреч. Ассаляму алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok